Сотрудники Управления общественной безопасности и органы городской власти совместно с представителями полиции и прокуратуры провели рейд по пляжам Владивостока. Отдыхающим в очередной раз напомнили правила безопасности на воде. Надо смотреть за детьми, которые приходят попасть без сопровождения взрослых. Это очень опасно. Такое нужно пресекать, информировать полицию, информировать и ДДС города Владивостока. Все временно реагировали службы. Подобные рейды регулярно проводят в период летнего сезона. Это делается для того, чтобы минимизировать количество трагедий на воде. Специалисты отмечают, что крайне внимательными необходимо быть взрослым с детьми и ни в коем случае не оставлять их без присмотра. Здесь межведомственный рейд, который включается специалистов и по делам несовершеннолетних комиссий, и полиции, и административных комиссий города Владивостока, и прокуратуры. И направлен на пресечение, нахождение у воды и в воде детей без сопровождения взрослых. Мы в этом году, к сожалению, имеем крайне негативную статистику по таким случаям, когда дети самостоятельно уходили купаться к открытым водоисточникам. И эти случаи заканчивались у нас трагически. Заместитель главы города также отметил, что горожанам и гостям Владивостока настоятельно рекомендовано купаться на пляжах, где есть все необходимое по пребыванию и спасению людей. А берег и водная акватория соответствуют санитарным требованиям. Если говорить о том, где можно и нужно купаться, то нужно купаться в тех местах, в которых это делать безопасно. Роспотребнадзор для купания в Владивостоке рекомендует пляжи на островах Русский, Попова и Рейники. Там качество воды соответствует всем нормативам. Напомним, в случае происшествия на воде необходимо оперативно сообщить об этом по телефонам единой диспетчерской службы 2-222-333, а также 101 или 112. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.